Ну и сейчас представим гостя нашей студии, тот человек, который модерировал этот форум, был вместе с президентом на сцене, секретарь общественной палаты Александр Бричалов. Здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый день. Судя по тому, как реагирует даже вице-премьер на замечание фронтовиков и уже альтернативное правительство, или как? Ну, я бы не хотел, так сказать, примерять и функции, и статус правительства на общественной народной фронте. Все-таки это, наверное, такой важный элемент народного контроля. Это губернаторы, это люди, которым доверил президент, а президент – лидер общественного народного фронта. И здесь, конечно, очень такая яркая палитра отношения к тому, что происходит. К примеру, Кожемяков, губернатор Амурской области, абсолютно нормальный выстроили отношения, ну, по крайней мере, то, что я вижу. Фронтовики подняли тему, значит, в прошлом году по автомобилям, в этом году там по затратам на ремонт. Он уволил всю команду, которая занимается закупками. Тот же самый Тулькин губернатор, когда мы нашли эпизод по муниципальному образованию «Узловая», где там распродано было за копейки все имущество. И что Грузов сделал? Он обратился в прокуратуру, и сейчас возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы. Но есть совершенно наоборот ситуации, когда любая критика, причем вполне конструктивно, воспринимается в штыки. Люди, которые инициируют те или иные вопросы, они, значит, вычеркиваются со всех площадок, а в отдельных особых случаях происходит давление. Спасибо. Александр Бричалов, секретарь общественной палаты и тот человек, который модерировал форум Народного фронта.